В эфире студия Репродер. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хеми. С удовольствием представляю свою сегодняшнюю гостью Лена Орлова, куратор проекта Одиссариум. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Виталий. Проект Одиссариум, вдруг кто не знает, благодаря которому Одесса преображается. Вы видели, как стены домов пятиэтажных, разной этажности покрываются большими рисунками, которые именуются мурлами или муралами. Кому же как удобно. Мы обязательно поговорим о том, как все начиналось, но наиболее горячая новость, которая связана с этим проектом, тот скандал, который возник вокруг одной из работ, я так понимаю, на конечной троллейбусе номер 10 возле Переспуского моста. Работа не закончена. Почему художник отказался работать дальше? Для меня это было очень странно и больно, потому что я перфекционист. Ну, конечно, мои противники так, наверное, не считают. И оппозиция, которая уже успела сформироваться ко мне как к персоне, я к этому уже привыкла. Когда мы начинали проект одесских муралов, брали пример с муралов киевских, конечно же, захотелось столицу догнать, поэтому мы работаем вместе, в связке. Ребята мне рекомендуют киевляне, художников. И вот они меня предупредили, говорят, что ни одна твоя юморина не сравнится по количеству негатива, собственного мнения, имхо и всего такого подобного с тем, когда ты запустишь муралы. Вот надо сказать, что первые восемь штук прошли просто идеально. На каждом этапе, конечно же, человеческий фактор, факторы усталости техники, фактор погоды. Были ряд таких нюансов, но никогда не выносился ссор из избы, и все художники гораздо более звездные, чем обсуждаемый нами персонаж. Они уезжали счастливые, накормленные вкусной одесской едой, погулявшие на море и писали самые добрые слова. Для меня это, я как пиарщик в душе, как маркетолог где-то тоже в душе, для меня важны эмоции одесситов и важна та информация, о которой художник повезет к себе домой. О том, что какой-то маленький город, о котором, возможно, он никогда не слышал, маленький город на Украине, стал ему вторым домом на 10 дней, приютил, обогрел, все как мы можем. Эта ситуация, вот эту мою перфекционичность, она как-то поколебала, пошатнула и действительно очень переживала. Ситуация странная, я могу сказать, положа руку на сердце, о том, что ничего сверх неординарного не произошло, но все было в порядке. Художник приехал уже с каким-то странным настроением. Меня удивило его отношение к нашей ментальности, да, я увидела, что он выкладывает в интернет и прикалывается там над машиной, которая за ним приехала, да, что там, например, там что-то уставший был, то ли салон, то ли что, да. Потом он фотографировал, ха-ха-ха, смотрите, какие у них краны. И я сначала думала, может, у него специфическое чувство юмора, да. Изначально мы оговаривали, что так как это театр имени Саллика, театр музыкальный, мы просили его сделать отклонение от правила, ведь все известные художники-муралисты никогда не согласовывают сюжеты. Он хочет тюлень, а там будет тюлень. Он хочет девочку с воздушным шариком, девочка. Конечно же, они все борцы за высокие материи, они социологи, все большие, они за права человека, за животных, против глобального потепления. У них у всех есть какой-то своя канва. И мы просто попросили к прекрасной барышне в халатике дорисовать что-то музыкальное. Он нарисовал нам скрипку, мы утвердили с руководством города, потому что это значимая и знаковая стена для нас. И потом рисуют они день, два, три. Он попросил привезти с собой ассистента. Погода стояла прекрасная, 22-25, солнце. В общем, как у Ильфы Петровы, да. Погода благоприятствовала любви. И тут мой фотохудожник, который делал мне фотоотчеты, говорит, Лен, что-то я переживаю. Я как не приеду, они чай пьют, а картина как бы на том же месте. И плюс ко всему твоя скрипка туда уже не помещается. Они ее увеличили, эту барышню. Я говорю, не-не-не, пишу, ребята, как же, как же. Мы не хотим рисовать скрипку, боже. А как женщина в халате ассоциируется? Вы же прекрасно знаете, что тюлень прошел свою стадию приятия. Почему на Сигетской моряк, а на французском бульваре тюлень? Почему там слон? Наши люди не понимают. Я даже писала об этом пост, что если бы мы рисовали на Пушкинской, это было бы не Пушкин ни в коем случае. Ну вот так. И я поняла, что мне придется показывать тетю в халате, в полосочке на голове и как-то ее привязывать. Они пообещали нарисовать мне музыкальный другой сюжет, ноты, пюпитр, нотный стан, пианино, фортепиано. Мы на этом закончили. Они мне в каждом сообщении писали спасибо за все, Елена, спасибо за все. На следующий день, когда мне мой помощник доложил, что они не собираются больше ничего рисовать, и завтрашний день они улетают. И они мне пишут, билеты нам дайте, пожалуйста. Я говорю, да, сейчас мне делают ваши посадочные, мы все, у нас все четко, мы их регистрируем, чтобы они не тратили время. Хорошо, я говорю, вы завтра закончите, пришлите макет. Хорошо, пришлем макет. В это время люди собирают вещи в отеле, и ровно через полчаса после того, как они мне написали в Инстаграм, мы сейчас пришлем макет, ждем билеты, и все. Ровно через полчаса мне звонят из гостиницы, говорят, ваши гости выехали. А селили мы их в прекрасной пятизвездочной гостинице, Ильдзи Камерон, в центре города, новая, прекрасные завтраки. У них были суточные, у них был персональный водитель. И я уже не стала разбираться, но тут вступил киевский куратор, да, как мы видим, это уже весь ссор вынесен из избы. Люди творческие, я позволил себе сам фабулос выражение на сленге. Он действительно сказал, что, ребят, вы пока не закончите, не уедете. Давайте мы вам поменяем билеты, если вам нужно еще 2-3 дня, причем, что потеря на каждом билете порядка 130 евро, окей. Все, они перестали отвечать, улетели. И утром вот разразился этот, если можно сказать, информационный скандал с 200 лайками, ну окей. И теперь уже, получается, мы заняли не нападавшую сторону, а оправдывательную. То есть я оправдываюсь, я рассказываю, я не вру. Максимум, что было из технических нюансов, на 30 минут опоздал из-за пробок, опоздал подъемный кран. Зная ментальность испанцев, у них была вечная сиеста, он приехал с любимой девушкой. Они жили в прекрасном отеле, ходили по нашим чудесным улицам, ну вот, а работать не захотели. Поэтому после того, как я написала пост, он мне также написал в Инстаграм, ты все врешь. Ну, на этом был заблокирован, потому что мне негативных эмоций с своей персоной связанных и так хватило. Я так понимаю, что все-таки мы не делаем разницу, да, каталонец, испанец, в данном случае это не имеет значения. Я даже не имею понятия, кто он, но, по-моему, испанец. То есть это была инициатива личных художников, а не киевских кураторов, ваших партнеров, с которыми вы поддерживаете? Его мне предложили. Причем, что, как у любой, скажем так, творческой персоны, у меня есть своя вкусовщина. Допустим, мне очень нравится один мурал, и я могу понять, и вот киевляне меня уговаривают, что не будь попсой, не обязательно реализм. Вот нарисуешь кубик, из кубика торчит палка, это вообще супер, это последнее. Давай авангарда дорисуем, давай еще что дорисуем. В его случае, правда, мне сразу как-то, ну, Гео сказал, что это какой-то модный чувак, это модно, это сейчас стильно, вот рисовать таких людей, как бы в акварельной тематике, ну, окей. Вот так и получилось. Чуйка у меня была, то, что его, давайте выражаться грубо, не перла эта работа, но не пошла, это было видно. У меня 16-этажное здание, художник с ветром под много метров в секунду и с проливным дождем рисовал один за четверо суток, один. Они вдвоем за 8 дней, постоянно, полного благоприятствования, вот нарисовали то, что нарисовали. Я не хотела это выносить, я посчитала, я сама в какой-то мере творческая, я посчитала это кризисом. Ну, вот, причем, что он должен был две картины рисовать, одну на стенке строительной академии, это тоже прекрасная стена, и слава богу, что мы ему не отдали, мы привезем туда кого-то более талантливого. Вот, ну, и я, знаете, как сказал мой друг Женя Блинов и ваш коллега, хорошие новости плохо продаются. Поэтому эта новость, меня так радовали заголовки о том, что ему угрожали, пытали, я не знаю, прострелили коленку, забрали паспорт. Да, забрали ничего такого, я знала, что он едет в аэропорт. Я могла, ну, могла, наверное, приехать его там, посмотреть в его глаза, ну, так человек решил. Поэтому новости подхватили, получился забавный хайп, популярность проекта возросла, радует, что мои художники, остальные, которые со мной работали, да, они поинтересовали, в чем проблема. Мы даже перевели мою речь на английский, и вот, у всех вопросов нет. Еще один вопрос, раз мы уже говорим о теме муралов или муралов вот по таким углом зрения. Есть позиция общественности, что пиаря город за счет этих картин, работ непростых, речь идет и о пиаре мэрии. Как вы относитесь к такой позиции? Тем более, что вот на открытие, скажем так, одной из работ приезжала городская голова, и сами читали те же сообщения в Фейсбуке. И неоднозначная была реакция, что вот, да, рисунок, да, красиво, да, работал, но чтобы мэр приезжал, ну, как-то странно. На самом деле мэр приезжал не просто так, это он не открывал очередной рисунок, который был седьмым по счету, но в этот день мы придумали и спланировали, и условно открыли небольшой, но уже туристический маршрут по муралам, который скоро будет представлен общественности. Конечно, сейчас мы закончим сезон на 10, но в будущем, я думаю, что мы за следующий год нарисуем еще порядка 30 картин, и уже у нас будет красивый по всему городу расположенный маршрут. Разумеется, без согласия мэрии никто бы меня не пустил рисовать эти стенки. Разумеется, мой киевский коллега рассказал мне, какие документы нужно выписывать, как, допустим, город рекомендует району, район рассматривает какой-то дом. Это может быть ЖЭК, ОСМД, частный дом, это может быть дом в распоряжении, ну, как-то городского хозяйства коммунального. Поэтому на всех этапах, так получилось, что мы стартовали с Приморской администрации, и большинство работ Приморской администрации мне очень помогает. Марат Королев, ну, то, от чего я падаю в обморок, это все согласования, чиновники, вот, и все творческие люди, наверное, меня поймут, что делается очень быстро, мы выбираем вместе стенки, вот, все здорово, все получается очень ровно и хорошо. Конечно же, так как город неотъемлемая часть этого проекта, и даже кто-то в комментариях написал, как этой там девочке удалось получить сразу столько согласований. Ну, так, работала, я три года этот проект вынашила, я каждый год ходила с ним, это не спонтанное решение. И когда все стороны процесса поняли, что мы все готовы к этому, да, и все бывают за границей, все это видят, почему бы нет? Мне, да, повезло, носила и выносила. Еще одна позиция, с которой я не могу не согласиться с какой-то точки зрения, сначала давайте систему сделаем, да, отремонтируем фасад, а затем уже, там, нарисуем и старика, и попугая, и теления на плече. Все вместе. Изначально одна из версий возникновения уличного искусства была, с которой я лично знакомилась, что картина на стенах в любом их проявлении, да, всем известные круглые буквы, хитросплетение каких-то символов, так и картины в реализме, картины в сочетании с живой природой, да, с деревьями, очень красиво, с какими-то калитками, это все рождалось для того, чтобы скрыть тот или иной дефект стенки, замаскировать неправильную, там, шпатлевку или какую-то трещину закрыть, даже обыгрывают трещины в стенах, это одно из моих любимых видов граффити на стены живописи. Поэтому на новых, вы знаете, мы называем стены полотнами с художниками, конечно же, на новостройках, вот сейчас к нам обращаются владельцы крупных строительных компаний, у них идеальное полотно, да, на них, на них, наверное, здорово рисовать. Есть такое понятие, вот стенка салика, она впитывает в три раза больше краски, чем впитает любая другая старое здание, и стена забирает столько краски, ее просто не видно. Мы три раза докупали один и тот же тираж, вот, собственно, этому же художнику, что обидно. Поэтому мнение сначала, ну, мы же художники, мы не реконструкторы, мы выбираем, у меня есть база из ста стенок, я планирую за зиму ее привести к виду презентации в PowerPoint, получить разрешение на все, выписать технику, подобрать базу художников с тем, чтобы в теплое время года уже выступить и стартовать со второй частью проекта Одиссариум. И у нас наши 15 минут заканчиваются, но не могу в самом конце не спросить о стоимости работ, потому что городской голова сказал, что городскому бюджету не обходится ни гривны, ни копейки, но тем не менее это все затраты, отели, перелеты, краска, кран. Самое, что приятное, с чем я столкнулась, вот почему говорят, почему вы не привлекаете украинских художников. Когда я только начала об этом мечтать, мне называли цены, вот вы не поверите, до 20 тысяч долларов с работой, с материалами, ну и с техникой, украинские художники, там даже не было перелетов, отелей. Потом эта цена опустилась там до 10 тысяч на большой дом, и мне казалось, что это, ну конечно, это чужая работа, это опасный труд, рискованный, дышишь краской, то есть это не просто где-то дома в тепле нарисовать. И я была готова к тому, что эта работа может стоить и 10, и 20 тысяч, и поэтому думала, кто же мне на 10 домов даст 200 тысяч долларов. Вот, потом, когда я познакомилась с Гео, и он мне рассказал, что самые знаковые художники во всем мире не берут гонорары. Это для меня было большим удивлением. Они едут, для них это портфолио. Говорю, с чего они тогда живут? А, говорит, а потом они приезжают к себе на родину, в Нью-Йорк, в Техас, в Новую Зеландию, и продают вот такую картинку за 10 тысяч долларов. То есть они, муралы, работают на имя, а потом имя работает на малые формы художественного искусства, изобразительного. Поэтому средняя стоимость стенки может колебаться от 3 до 5 тысяч долларов, иногда до 7 с половиной. Это зависит от, с учетом вот самых топовых художников. Они не берут гонорары в том случае, если им не навязывают. Я могу попросить нарисовать мой портрет, но в таком случае гонорар будет от 10 до 20 тысяч долларов. Это только гонорар. Они не рисуют так бесплатно под заказ. Отсюда тюлени, цветочки и все, что им навеяло. Все это финансируется за внебюджетные фонды. Средства, точнее, это занимается мой фонд, который называется «Холидейс». Мы это инициировали, мы это оплачиваем. Отель, перелет, суточные, техника и краска. Спасибо, Елена. Обязательно вернемся к этой теме в следующем году. Успехов в работе вам, вашим коллегам. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя. До новых встреч в эфире.